Хотите сделать не одно и то же. Власть несбывшегося таит в себе еще одну опасность. Действие заменяется намерением. А время идет, и может быть поздно. Когда моя подруга болела раком, я в силу своей занятости не могла навестить ее. Все время планировала вот это вот на следующей неделе, вот буквально через три дня. Вот я правда вот уже очень скоро прям поеду к ней в гости. Ехать надо было в Подмосковье, а у меня была то работа, то усталость, то пробки на дорогах. Ну вы знаете, как это бывает. Я даже повод придумала. Надо ей привезти борсучего жира. Эта баночка, между прочим, у меня до сих пор на полке стоит. Ну, понимаете почему? Потому что, конечно, подруга не дождалась, пока я приеду, к сожалению. И я до сих пор не могу понять, как это так произошло. Ведь я, честно, каждый день хотела ведь к ней съездить. Просто хотите сделать это разной категории. Можно опоздать. Можно опоздать, сказать слова любви. Опоздать, привезти лекарства. Опоздать, помочь с деньгами. Прибить гвоздь. Научить ребенка играть в футбол. У Макса Фрая в одном из его романов говорится о библиотеке так называемых ненаписанных книг. Ох, я думаю, у каждого из нас есть библиотека ненаписанных книг. Альбом не отснятых фотографий, группа несоблазненных мужчин и женщин, коллекция моментов счастья, которые мы упустили. Брать или не брать автопарад на море. Да ну его, зачем нам такая тяжесть? И вот именно в эту прогулку море оказывается каким-то особенным. Фантастические облака, сказочные волны. Давайте после обеда все-таки возьмем и это снимем. Приходим после обеда. А там уже нет этой красоты. Ну что, пойдем ночью купаться. Ну и давай лучше сегодня кино посмотрим, а завтра сходим. А завтра стало холодно, потому что если хочется что-то сделать, то нужно это сделать прямо сейчас. Как говорят, лучше жалеть о сделанной ошибке, чем всю жизнь горевать о неиспользованной возможности. Эта неиспользованная возможность становится центром, вокруг которого кристаллизуется параллельная реальность. Как было бы замечательно, если бы. И именно эта реальность уводит нас очень далеко. И это опасно. Между тем, реальность сама диктует правила игры. Сплошь и рядом. Она не дает вам в руки желаемого и не дает сбыться вашей мечте. Или же, по крайней мере, делать так, чтобы мечта сбылась позже, тогда, когда ваши эмоции успокоятся. И вы будете в стаянии трезво взглянуть на ситуацию. Настолько трезво, чтобы понять, не сбывшееся потому и не сбылось, что оно было не ваше и не для вас. Что, несмотря на мечту о профессии экономиста, внушенную в детстве родителями, которые видели вас продолжители династии, на самом деле вы бы сделали огромную ошибку, поступив на экономические. Потому что вам гораздо лучше удается учить людей гимнастики в оздоровительном центре через дорогу от дома. Что, несмотря на все поглощающую влюбленность, вы бы никогда не смогли жить с этим человеком под одной крышей больше нескольких дней. Потому что вас уже через неделю начало бы раздражать его при... Субтитры создавал DimaTorzok